здравенькие ребята вы на канале ford mac ну что же ролика дэдпи 47 посвященные студии и чтобы то ни было sweet baby inc рак игровой индустрии люди которые ответственны за повестку во многих современных играх я честно не понял на кой черт нужна отдельная компания которая занимается внедрением повестки в игру я скажу так если персонаж хорошо прописан если история сделана шикарно то неважно про кого она сделана кого цвета кожи гендера персонаж потому что порой реально внедрение некоторых персонажей в мир современные сериалы а многие игры ощущаются курса как будто персонажи просто добавили чтобы он был чисто ради разнообразия и помню когда увидел как недавно выложили информацию диснея где там есть такая специальная таблица где обозначено сколько должно быть такого гендера такого цвета кожи то есть такого разнообразия чтобы фильм мог получить старт и дальше нормально вариться в производстве это какой-то трэш если честно я правда этого не понимаю не уже почему говорится вроде говорим о равенстве но при всем при этом кого-то должно быть больше кого-то меньше я это я это не понимаю короче давайте посмотрим что же нам скажет пи поехали здорово геймеры с вами этот пи 47 и сегодня поговорим на очень интересную тему которая касается того почему игры являются такими какие они сейчас дело в том что в последнее время начались скандалы вокруг маленькой организации под названием sweet baby inc которая как оказалось намного важнее чем мы могли бы подумать она была основана в 2018 году и они бы никто не узнал если бы ее работники не начали хвастаться в твиттере то что они работали над такими играми как человек паук 2 и алан вейк 2 в прошлом году насчет алана вейка я немножко не уверен вот спайдерман 2 тогда все понятно все встает на свои места немного если вам интересно чем занимается sweet baby inc и как она получила доступ ко всем играм этой индустрии имеется ввиду именно 3 пол и сектор то можно просто зайти на их сайт и посмотреть с кем они сотрудничают здесь есть буквально каждая игровая студия ну-ка чё там рогнарок проект проект не слышал люди которые сейчас на слуху это юбисофт electronic cards xbox game studios и так далее а себе же они пишут что являются разнообразными представителями различных этносов которые занимаются тем что приходят вашу разработку оценивают сюжет оценивают персонажей оценивают все что в ней есть и смотрят что из этого может оскорбить кого-то где можно добавить какого-либо разнообразия чтобы ваша игра была ну скажем так более безопасной причем любой игровой скандал за последние годы приводит нас именно к sweet baby inc когда дело касается толерантности разнообразия вспомним это честно как-то шутка сам по себе споры насчет году for рагнарёк где ангерборда хоть это и скандинавская мифология была представлена вот так вот казалось бы небольшое изменение но о sweet baby инг работали над году for рагнарёк и судя по всему им показалось что не хватает разнообразие помните абсолютно позорную saints row 2020 про миллениалов которые занимаются полной чушью и которые абсолютно не похожи на прошлой части какое совпадение sweet baby inc также да блять работали над этой игрой помните что на 100 кодица да упал уже 29 долларов ага андерсон в quantum break в 2016 году была вот такая вот а в allen wake 2 в 2023 она стала вот такая вот причем а просто я не играл quantum break серьезно то есть они поменяли зачем это не несет абсолютно никакой сюжетной цели это просто бам и произошло да свет бэйби инг работали надо он в их 2 я уже не буду говорить про spider-man 2 где миллс моралис теперь главный человек паук где мэри джейн была впихнута куда только можно было и впихнуть и где но вы помните как выглядела мэри джейн да это тоже sweet baby inc дорогие друзья но потому что красивые женщины опять же против ее внешнего внешнего вида я ничего особо не против меня другое смущает нахуя в динамичной игре про человека паука нужны скучные ёбаные миссии за мэри джейн ноги больше типа чтобы отдохнуть от чего блять отдыхать от чего но если динамику то можно разбавить полетами на паутине миссии про пауков кому нахуй нужны миссии где вы блять ходите сам факт того меня смущает что мэри джейн справляется это лучше чем суки суки пауки эти ёбаные мужуаны эти сраные блять мерзкие потные существа которые оскорбляют бедную женщину она блять шокером сука ложит извините пожалуйста за слово ложит она кладет на лопатки шокером ебучих наемников которые до этого устраивали настоящий тотальный пиздец чё за нахуй также очевидно оскорбительное и так происходит буквально с каждой три пола игрой допустим mortal kombat 1 вас интересовало когда-нибудь почему в mortal kombat теперь такие закрытые женские костюмы ответ очень прост sweet baby in дорогие друзья буквально по каждой игре в которой они запускают свои руки видно все эти следы и отпечатки их пальцев и все бы это оставалось тайной и чем-то непонятным если бы работники sweet baby in не хотели хвастаться в твиттере тем что они там работают и насколько они важны для индустрии но перед тем как мы перейдем к основному кринжу и интересным находкам которые связаны с тем что sweet baby не так просты как кажется на первый взгляд я думаю что стоит поговорить о том зачем игровые студии компании закупают услуги sweet baby in окей вы скорее всего не знаете что такое оценка и с g это environmental social governance по сути это оценка каждой компании относительно того насколько они берегут окружающий мир поддерживают некоторые социальные нормы и так далее можете считать это метрикой толерантности разнообразие и социального благополучия каждой компании то есть допустим у вас 50 процентов менеджмент состоит из определенного пола или определенного гендера и таким образом растет ваша оценка из g или допустим вашей игре много расового разнообразия или поднимаются какие-то культурные ценности мало представленных медиа народов это также позволит компании поднять свою оценку из g когда надо будет отчитываться перед инвесторами но главный вопрос заключается в том а почему для многих компаний этот рейтинг из g настолько важен и здесь мы переходим к некому фонду black rock black я скажу так я правда не понимаю куда эти гонения к тому чтобы пасти куда разнообразие скажу так для меня вот моем лично понимание может быть она хоть неправильно вам покажет пишите в комментариях вы считаете я главное одно в отношении создания кого-то продукта либо работоспособности какого-либо предприятия это в первую очередь не внешний вид пол там и не знаю происхождение специалиста а то что он сука специалист то что этот человек который покажет себя работоспособным гражданином что не будет просто опять же впихнут ради того чтобы впихнуть чтобы гвс получить какой-то рейтинг а человек который покажет опять же себя компетентным который будет просто сука работать опять же само собой я понимаю когда знаете например там это идет какой-то например угнетение человека в отношении его прав то например там девушка вроде бы там работает на равных условиях мужчина при этом получает зарплату меньше да это нихуя неправильно потому что если действительно равные условия труда и неравна плата это действительно это неправильно это нихуя неправильно это нужно решать но когда человека просто впихивают чтобы впихнуть то есть просто чтобы у вас точно-то был рейтинг это как-то если честно сомнительно я считаю может быть можете со мной быть не согласны но по мне все-таки эффективность работоспособность важнее чем разнообразие крок это крупнейшая американская мультинациональная инвестиционная компания и она ворочает 10 триллионами долларов и это данные на 31 декабря 2023 года по сути black rock занимается тем что большие компании допустим вы даете им деньги они стараются их выгодно вложить чтобы приумножить и забрать свой процент по сути если вы смотрели волкс фолл-стрит то примерно понимаете о чем идет речь но в black rock и подверг надеюсь что там black rock и не происходит то чтобы он первый приходите спокойно совещание к либо о том чтобы вложить какую-то деятельность а там люди сидят и просто не знаю это орать друг на друга просто ну я не знаю кто-то будет ползать стикером азаны буквально все сильные мира сего об этой компании мало кто говорит мало кто они знают но по сути black rock определяет все что вы потребляете в плане западного медиа дело в том что black rock выбирая в какую компанию инвестировать деньги ориентируется именно на высокие рейтинги и ижи это очень лицемерная схема и вряд ли black rock очень сильно заботятся о том чтобы как-то изменить наш мир к лучшему учитывая что они неплохо дружат с бобби котиком и даже когда были скандалы в activision blizzard они не забирали свои вложения потому что до обвинения были жесткие но при этом 50 процентов менеджмента состояла из женщин да честно вот как я считаю что плевать они хотят на реальную ценность разнообразия того что типа на этом разнообразить в отношении того чтобы эти извините за автологию добавить актеров мир малоизвестных например там которые действительно показывают хороший талант которые там например имели неплохое образование в актерском училище на похуй на это разнообразие этом челком приехал условно из какой-то не за маленькой страны добивался добивался и вот пожалуйста давайте разнообразие для того чтобы люди например могли показать себя в полной красе похуй на все это блять как говорил мистер крабс ай лав мари 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 поэтому на бумаге рейтинг то был высокий на самом деле это очень мерзкая штука потому что если вы посмотрите на те же увольнения майкрософта там человек и sony недавно тоже 900 человек они точно очень сильно заботились о том чтобы поддерживать процентное соотношение сами знаете кого к сами знаете кому и поэтому можете уже угадать в комментариях кого по большей части уволили это да это честно нихуя нихуя не хорошо чтобы на дайте появляется новость о том что например увольняют некоторых сотрудников для того чтобы пополнить вот поэтому не именно по эффективности а именно по как раз таки расовому кендерному разнообразию блять хотя некоторых этих специалистов действительно хороши и показывали достойную работоспособность чё за нахуй то есть для каждой компании для каждого издателя инвестиции от black rock это самое важное и поэтому они поддерживают свой высокий рейтинг esg и стараются никого лишний раз не оскорблять sweet baby inc были основаны в 2018 году если вы помните то именно в том году вышла такая игра под названием battlefield 5 первый трейлер которой очень сильно напряг общественность дело в том что все это выглядело как сборная солянка того что даст вам высокий рейтинг esg это женщина с протезом и куча всего еще что было в этом трейлере что не было похоже на вторую мировую с тех пор вы видите вот эти штуки это касается фильмов игр и так далее когда вашу честно я бы мог понять если бы это может так сказать с прямостью вымышленности но порой это действительно доходило до абсурда но ответы создателей которым по-моему причем не знаю причастны были sweet baby или нет но имеется ввиду среди тех кто отдавал эти комментарии что ты не игра плохая это просто вынете которые не могут принять то что может быть сильная женщина вы все просто гамните игры хотя игра была в отвратительном сука состоянии я помню какой же это был пиздец что мы погибли это хуевали как игра была паршиво сделана еще этот скандал этом из-за того что вы не могли написать слова например как черный потому что вас могли забанить за обычное слово черти чёрный не ну вы понимаете тучку это скорбление просто black написать просто black и вас забанили нахуй заебись главного героя белого мужчину пытаются убрать на второй план чтобы поставить вместо него а нового персонажа который больше соответствует я не могу какой же у него пасостый костюм эти вот слегка его переработать у майлза он был бы неплохо ну блять то что они решили массать открытую прическу это кому как ребята я все понимаю но почему-то у майлза это реально выглядит отвратно хотя до этого был ну я не знаю кому как но вот именно его вот классический костюм с вот этой вот красный пускай с этими красными линиями вот который как классический скобин стак который был представлен более улучшенный в майлзе моральзе он был прекрасен это и прекрасный дизайн слегка отсылается к алексу россу и сделано вот просто чётенько соответствует общепринятым понятием о том что повышает рейтинг и жи допустим сони очень тесно сотрудничает со свит бэйби инг это вы могли видеть по той же horizon forbidden west по last of us 2 god of war рагнарёк spider-man 2 и скорее всего мы увидим еще что-то в росомахе моменты где свит бэйби инг вступают в игру они очень очевидны это как правило моменты в играх которые внезапно становятся очень скучными тебе хочется их пропустить но они длятся слишком долго но все это нужно чтобы были получены инвестиции чтобы игра была максимально безопасной чтобы ее хвалили за то что она такая разнообразная и классная и так далее вы все это прекрасно понимаете да возможно игра про харли квин и ее приятелей не очень хорошо продалась возможно она разочаровала многих но тем не менее она подняла из g оценку warner brothers а warner очень любит инвестиции от black rock и если бы это было исключительно black rock то это была бы половина проблемы но также этим занимаются по их примеру другие фонды вроде того же вангарда и многих других парадокс том что в лесу и сайскваде вот одним из светлых пятнышек было чудо женщина там реально была хорошая пойти чем проблема лучше выбрать выбросили все это нахуй особенно весь бред который они нас засунули в оригинальную аркам вселенную с тем что бэтмен сука подделал свою смерть старался для того чтобы все это было скрыто и в итоге пришел супермен давай в лигу справедливости дохуй твою тайну о том что ты нихуя не умер да пошел именно поэтому когда после очередного провала мы думаем что вот наконец-то индустрия думается и будет делать по-другому будет делать это для геймеров они для людей из твиттера ничего на самом деле не изменится потому что инвестиции от этих фондов безумно важны для издателя и он будет пытаться более скрытно вставить эти вещи в свои игры поэтому если вам нравятся какие-то большие франшизы то не надейтесь что они как-то исправятся в ближайшие годы самое интересное что вы из же заинтересованы также и японские компании вроде square enix который аду square enix ведь не аж слушайте они уже давным-давно стали теме еще как бы сказать помягче идиоты идиотами которые начали гнаться за тем чтобы подвязать технологии нафти зачем-то хотя блять это было понятно что этот дохлый номер который начали жаловаться о том что блять и продажи наши лары крот говно слушайте блять а мы тут недавно делали игру мстители что-то говно получилось раз говно получилось давайте не будем тратиться на рекламу такой херовенькой игры как и страж галактики острожи галактики хорошая игра подождите стойте стойте под подождите и в итоге блять по с просором многие люди послали эту игру нахер хотя игра то реально хороша и все я реально с этого очень злился потому что реально мстители получали такую огласку но при этом оказались здесь это паршивой игрой остраже с ее по классным сюжетом и неплохим геймплеем ну так знаете просто пару раз прорекламировали пару раз и трейлеры видел и все это прям реально какой-то пиздец продажи почему-то плохие были да то есть для них даже многие цифры которые действительно были безумного такого реально хорошего масштаба им было недостаточно их игра должна продаваться я не знаю чуть ли не каждому ребенку каждому таракану каждой собаки мне честно кажется что squarex вообще потеряли связь с реальностью по ходу ну вот посмотрите про это ролик у листарта реально это полнейшие трешатин и но их подсосить эти кисл динамикс тем более я до сих пор проорал когда вышел там брейдера не мастер и затем было написано какой там дисквеймер они вставляли поначалу о том что наши компании не имеет никакого отношения к этим старым играм потому что эти игры имеют очень много оскорбительных образов которые могут вызвать у вас множество вопросов и отвращения мы не имеем никакого отношения к этим играм что там оскорбительного может в этих играх быть блять это первые три части ларкрафт что там сука то есть то есть да плачущая ларкрафт заебавшаяся от всякого говна быть опять же я не прям таки не дайте ненавижу трилоги вот это survivor то есть вот эти три части которые выходили вот в десятых годах нет они неплохи но на кое черт писать такое говно в отношении классических частей которых оскорбительного блять а чё там реально оскорбительного да нихуя там не было разве что могли женщина биться что ой лары большая грудь это нереалистично блять а чё делать девушкам которые у которых реально большая грудь чё отрезать их нахуй потому что кто-то обиделся чё нахуй происходит в сотрудничестве со sweet baby inc делали ту же самую for spoken и вы помните как каким провалом была for spoken они даже не прочь вернуться в старые проекты и исправить некоторые вещи допустим они спустя четыре года недавно выпустили патч для файл фэнтези 7 ремейк в котором прикрыли грудь тифы в общем нахуя это типа как-то меняет и за отношение к персонажу это как-то успокаивает к по сути все что я писал это цензура которая нужна не из благих побуждений а чтобы просто получать больше денег и да кстати в этом видео нет рекламы поэтому подписывайтесь на мой телегу по ссылке в описании я рассказываю там про все ситуации связанные со sweet baby inc как только они происходят ну и плюс вы можете обсуждать их в комментариях с такими же базированными геймерами как вы но давайте же вернемся к нашей изначальной теме что же происходит сейчас а sweet baby inc и почему вы в принципе о ней говорим дело что один работяга из бразилии решил стать куратором стиме который отмечает именно те игры которые делаются со сотрудничеством со sweet baby inc он отвечает их как нерекомендованные так что там у нас ну-ка с starfield вот таком один год почему-то я подумал ну ладно 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 окей цельская понятно ну ладненько и блять но конечно сенсору прям когда ты знаешь бы граунд все становится знаете прям все становится на свои места прям чувствуешь кронком в той самой сцене из похождения пирата тьфу ты покажи в похождениях императора и скамать и указывает источник в комментарии где они взяты либо с сайта sweet baby inc либо если sweet baby inc указывалась где-то в продакшене то он указывает ссылку на источник казалось бы это абсолютно незаметная нижней интернетовская тема которая не могла навредить ни издателям ни свет baby inc вообще никому если бы работники этой конторы сами не выставили это на общий показ они начали призывать к тому чтобы зарепортили создателя группа харассментов steam под названием sweet baby inc detected ведется вот этим человеком вот они пытаются скрывать свой посыл чтобы их не зарепортили даже без дискриминирующих высказываний сама группа нарушает правила использования о блять это каким образом он нарушает он эти игры своровал брать он слил имена разработчиков или кого-либо кто причастен к sweet baby в любом случае за репортите эту группу и репортите создатели раз уж он так любит свой аккаунт да но вот только призывы к массовому репортингу от публичной личности это полностью нарушает правила того же twitter и этот человек позже просто закрыл свой профиль мышь такие толерантные мы же уважаем чужое мнение нет нихуя только когда нам это удобно и когда это приносит деньги и когда мы можем кинуть любую карточку карточку я не знаю там любого сильного гендер на какого-то человека карточку эйжен блэк и так далее так далее только когда это удобно этого это дало такую огласку данному куратору что он поднялся от 1 тысячи подписчиков до 55 тысяч в итоге человек который хотел направить силы твиттера на то чтобы отменить бедного бразильца вызвал реакции в которой отменили его самого но второй персонаж здесь еще интереснее так что давайте прочитаем его твиты я вижу много твитов как кто-то обвиняет разнообразие как причину увольнений как будто бы экономика и капитализм отлично работали до того как майлз морали стал человеком-пауком они кстати еще не считают майлза человеком-пауком ой да мы не считаем майлза нет просто майлз довольно таки паршиво прописано в играх да он паршивенько прописано если честно но однако он отлично показан мультфильмах и в некоторых комиксах то есть дело-то на самом деле не персонажи а в том что некоторые сценаристы либо ленивые жопы либо слепые идиоты извините пожалуйста такое резкое высказывание но судя по тому как ну реально довольно таки паршивенько развивается сюжет майлза в игре именно майлзе морали так и во второй части то дело просто в том что некоторым просто похуй хотя вот опять же пути невселенных майлз просто шибко хороший я прям ждут третью часть даже не за отдельных пауков а именно чтобы узнать что будет с майлзом дальше самая странная часть это то что я вижу эти высказывания от разработчиков людей у кого в профиле указано что они разработчики и это так дико что разработчик винит в тысячах увольнений не индустрию гигантов а нарративную компанию из 15 человек основанную темнокожей женщиной эти так какая дохуй разница темнокожий женщины не женщины какая сука разница блять опять блять речь когда затрагивается в отношении равноправия при этом мы все равно кидаем карточку блять что ну вообще-то эта компания сделана темнокожей женщиной что и что блять ради бога кто угодно делайте свои компании но это не должно быть какой-то прерогативы какой-то я не знаю особой особой функции которая даст вам волшебный щит и вы можете спасти чего угодно и люди думают что компания нарративных дизайнеров которые работают фрилансы над проектами единоручно устроили коллапс увольнений в играх вместо требований бесконечного роста и капиталистической жадности ведь легче обвинить разнообразие я все еще думаю что они понимают что это не является причиной но прикидываются дураками чтобы продолжать громко высказываться против повесточки чтобы это не значило но не важно говорим ли мы им правду они думают что команда просто приходит и меняет полностью игры что создатели заставляют невидимой рукой делать игры более инклюзивными бороться с дезинформацией было бы здорово но социальные сети и youtube не готовы держать людей в ответе за правдивость информации но одна вещь изменилась увеличилось количество людей которые понимают что распространять дезинформацию позволяет им быть расистами на публике без последствий наверное с этим должны бороться власти наверное например у steam нет гайдлайнов для кураторов которые могут предотвратить создание группы фокусирующийся на sweet baby inc и предупреждающий людей что не нужно покупать игра ассоциирующийся с ними но ведь можно указать буквально любую игру да мне очень нравится это апеллирование тем что вот эта команда была собрана человеком с таким цветом кожи да как кому какая разница это не является как вот именно блять логика блять разнообразие но если засознать темнокожий еще и женщины то это значит это дает какие-то особые поинты силы нет и насрать если вы хорошо работаете флаком в руки неважно откуда вы неважно кто вы вы просто молодец а если вы не спросите своими обязанностями идите нахуй каким-то оправданием или защитой самое смешное здесь это что этот человек непосредственно работает sweet baby inc что указано в его профиле и мне нравится то что всех назвали расистами но более того намекнули что блин неплохо бы если вмешались власти или там социальные сети потому что это плохо если бы они не начали говорить об этом кураторе то никто бы об этом не узнал эта ситуация не вышла бы за пределы этих трендов но ведь им так надо было забулить этого бедного бразильца и показать свое превосходство натравив на него свою аудиторию и зарепортив его но это еще даже не самое вкусное потому что второй человек про которого мы говорили это не просто какой-то рядовой сотрудник sweet baby inc это связующее звено между sweet baby inc они ты саркисян и геймер гейтом геймер гейт они саркисян только ты думаешь что это уплыла на самое дно мы его достали самого сука то на прям вытащили к пропитана говном и нафталином я только начал забывать про все это говно с геймер гейтом блять блять и ведь я помню те самые новости когда найдет зовут очень прикольная игра и из-за тупой шмара я по-другому не буду называть эти по-другому нельзя назвать одной реально гадкой шмары бедный ну может быть не особо беды но все же действительно пострадавший алекс халовка буквально лишился и работы и доверие своих друзей и семьи и пришел к сами знаете чему и все по и как говорится поверили поверили блять что он и во всем виноват но потом благо вроде как это все расследовали и слава богу справедливость к где востребовала кроме этой шмары которая по-моему ничего не получила окей я не буду рассказывать что такое геймер гейт вы можете посмотреть бесконечное количество видосов на ютубе но вкратце это движение геймеров против журналистов 2014 году когда журналисты оказались довольно сильно коррумпированные в частности девушка по имени зои квин спала с одним из журналистов чтобы он поставил хорошую оценку ее игре затем она своими лживыми обвинениями привела к тому что один из разработчиков night in the woods теперь уже не с нами в общем как вы можете понять этого человека не очень любят в интернет-сообществе что же касается они то саркисяна я думаю что представлять ее не нужно это который занимался тем что продвигал идею того что да да конечно варкрофт там вот ее образ он оскорбителен он заставляет женщин чуть-чуть себя неполноценными при этом до женщины с большой груди идите нахуй да да то что нет уже сильных женских персонажей то что зельда просто жертва когда блять и в ботве и каждый же тирсу закиндом она еще не обсуждала но то что в ботве она ничего не делает хотя по факту она является важнейшим сюжетным звеном всего всей истории и добивает ёбаного ганана а похуй мы в игре не играем и только жалуемся все игра оскорбительно их нужно менять и все такое вернемся к нашему сотруднику sweet baby inc и один ютубер по имени о новый с алекс кстати подписывайтесь на него очень классный чувак провел небольшое расследование и с помощью way back машин открыл сайт компании под названием silver lining по сути это было что-то примерно того же направления что и sweet baby inc но самое интересное что одним из советников этой компании было ооо они-то саркисян что как бы создает вот эту связь которая подтверждает что sweet baby inc по сути продвигает те же самые идеи и занимается тем что не получилось они-то саркисян в прошлом они смогли сделать из этого бизнес и продолжить все то против чего боролся геймер гейт который закончился 10 лет назад но самое смешное что если найти твит 2014 года то этот же самый человек тесно общался с зоей квин и вместе они хвастались что за дудосили какой-то неугодный им сайт в общем блять как порой тесен мир как же сука тесен по их призывам по их поступкам видно что это глубоко радикальные люди в своих убеждениях и учитывая какая власть им принадлежит когда они могут менять диалоги менять сюжеты менять мотивацию персонажей мне еще более страшно за будущие игры вроде росомахи и прочих которых они несомненно будут участвовать для больших компаний они являются удобным инструментом они просто приходят к тебе за деньги чекают твою игру меняют какие-то вещи чтобы никто не оскорбился и потом ты получаешь нормальную оценку и ижи и дальнейшее финансирование от блэк-рока но в сознании этих людей они просто боги которые вершат человеческие судьбы они получили доступ к тому чтобы менять все ваши развлечения как им угодно и если тебе нравится какой-то персонаж но он не подходит под наши нормы прости дружище но от него избавиться самым худшим образом и это касается буквально каждой западной трипл а игры от любого издателя от любого разработчика все они подвязаны в одну и ту же схему это буквально система цензуры в котором мы не получим смелые решения интересные сюжеты и какие-нибудь острые моменты потому что они могут кого-то оскорбить поэтому теперь все должно быть аналогом пюрешки от агуши и sweet baby ink точно не единственная подобная команда ведь самая смешная эту тему по поводу смелости затрагивали еще в таком старом мультсериале дакман его основного настрагирующего кризиса где буквально серия про комика который пытался шутить но постоянно начинал говорить какие-то знаете слова чтобы никого не обидеть буквально там шутка про медсестру но да 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 женщины могут быть медсестрами хотя и мужчины тоже да там в это происходило такой-то болицы в которой точно там разнообразие всяких людей короче пытался постоянно шутить так чтобы не точно никого не обидеть и вот там буквально был потрясающий спич о том что юмор должен быть смелым то что мы должны быть куда смелее да порой это может кого-то задеть но мы должны раздвигать границы возможно для того чтобы смотреть как-то в будущее чтобы действительно и юмор и наша жизнь превратилась во что-то стерильное во что-то что просто станет знаете пустой оболочкой без какого-либо риска да просто остальным хватает ума держаться подальше от света общественности и мне кажется что то что они делают сейчас только как они не уважают геймеров в конечном итоге может привести к чему-то не самому лучшему как минимум геймер гейт 2.0 ведь у повесточка которую годами геймеры замечали в своих играх и ненавидели и которые объясняли тем что ну это просто сценарный ход у всего этого наконец-то появилось лицо есть команда которая непосредственно это внедряет в игры но мне интересно ваше мнение на этот счет в коме ведь самое знаете что смешное я вот иногда сижу в нельзя грамме и замечаю что когда типа под поставим подобные игры что вроде бы сам представители вот этих самых как говорится с ну с своих общества которых и должна нравиться эта повесточка они от нее заебались ведь например я видео пост про дизайн майлза его этого нового костюма и те же как говорится афроамериканцы многие просто ржут над этим дизайном считая что это просто какая-то хуйня что есть куча разных плечосок для персонажа есть флэт топы есть шикарный афро куча ряшки но почему-то последнее время большинство персонажей с этими ебаными блять как там это мать и детскими пенисами свисающими черными типа я все сука понимаю но блять не туши на хохолок по факту блять реально многие люди просто уже от этого устали и это их бесит на всех возможных уровнях тариях насколько это может повредить игровой индустрии насколько вы разочарованы в том что это есть в играх в принципе нужна ли подобная команда миру и делает ли она действительно хорошее дело как они думают но в любом случае спасибо за просмотр поставьте лайк подпишитесь на канал и да буду благодарен вам за комментарии ну а если вам больше не еще посмотреть то прямо на экране можете жмакнуть на мой новый видос из рубрики худшие стримеры про очень интересного западного чувака и также видео где я спорю журналистом с уни боем который вписал меня в статью абсолютно без причины ну а так всем пока надо бы тоже посмотреть дело что могу сказать ребята ничего хорошего я считаю не выйдет из действий свитой пикинг из того обменял что мы увидели как они связаны с тем же геймер гейтом они ты саркисян с тем же опять же пиздецом который творился в те годы и только опять же многие сотрудников относятся к например вот под подобным ум который вроде не должны ничего против а если вы крупная компания и вы заметили такой слабенький просто мудрец на пару тысяч подписчиков и вы так обижайтесь и злитесь то может быть есть какое-то сомнение что вы делаете что-то не так скорее всего в любом случае спасибо дэдпи что осветил эту тему действительно это какой-то пиздец камлю ты пиздец поддержите автор оригинала комментарий колокольчик заходи по вкусным ссылкам в описании спокойной ночи дружки пирожки пипец